В сегодняшнем выпуске Место Встречи Иерусалим. Президент США Джо Байден возвращается из трехдневной поездки в Израиль и отправляется в Саудовскую Аравию. Каким будет результат? Евреи Эфиопии совершают пророческое возвращение домой в землю обетованную, а также Маккабиада, еврейские олимпийские игры. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске Место Встречи Иерусалим. Добро пожаловать в сегодняшний выпуск Место Встречи Иерусалим. Я Крис Митчелл. В рамках визита на Ближний Восток Джо Байден провел в Израиле три дня. Вот репортаж о его визите и о том, что он означает для еврейского государства и региона. Первый день своей поездки президент Байден заявил о своей лояльности Израилю. Между израильским и американским народами существует крепкая связь. Очень крепкая. Результатом встречи между президентом Байденом и исполняющим обязанности премьер-министра Иером Лапидом стала так называемая Иерусалимская декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами. Премьер-министр Лапид считает, что отношения позитивно повлияют на регион. Из Иерусалима, вечной столицы государства Израиль, вы отправитесь в Саудовскую Аравию. Ваш визит в Саудовскую Аравию важен для Израиля и для всего региона, для нашей безопасности и для будущего процветания Ближнего Востока. Иерусалимскую декларацию называют главной целью визита Байдена. И хотя она включает формулировку об использовании всех элементов государственного влияния с целью предотвратить становление Ирана как ядерной державы, некоторые задаются вопросом, противостоит администрация Байдена Ирану или ищет его расположение. Администрация с Джо Байденом в качестве президента работает уже 18 месяцев. Он вовлекает иранский режим в переговоры в Вене, безуспешно пытаясь перезаключить с Ираном соглашение СВПД. Умеренные государства региона объединяет угроза со стороны Ирана. И перед ним стоит главный вопрос. Намерен ли он серьезно противостоять этой угрозе? Израильский канал 12 задал Байдену вопрос о его прежних заявлениях, что он не позволит Ирану получить ядерное оружие. Означает ли это также, что вы примените силу против Ирана? Так ли это? Если это будет последним средством, то да. В своем интервью новостям CBN Эли Каханим отмечает, что с тех пор, как Байден вошел в Белый дом, Иран сильно продвинулся к тому, чтобы получить ядерную бомбу. Это именно то, что произошло за последние 18 месяцев. Поскольку США вели эти непрямые переговоры через Россию и Китай. Хотите верьте, хотите нет? С иранским режимом. Иранцы расширили свой ядерный потенциал, продвинулись в испытаниях баллистических ракет. Они становятся все большей угрозой для региона, а также для Соединенных Штатов. Помимо Ирана, другой серьезной проблемой является израильско-палестинский конфликт. Впервые президент США посетил Восточный Иерусалим, посылая сигнал Израилю, что часть города может стать будущей столицей палестинского государства, что, по мнению критиков, подрывает суверенитет Израиля. Джо Байден, а значит Белый дом, дал понять, что в Иерусалиме, столице Израиля, президент встретится с врагами Израиля, с теми, кто продолжает быть террористами, врагами Израиля, без присутствия израильских официальных лиц. Это поистине возмутительно. Старший консультант Американского центра закона и правосудия Джефф Балабон говорит, что во время этого визита президент Байден оставит свой след в истории. Джо Байден, как и президент Обама, поступали одинаково. Они рассматривали присутствие евреев в Иерусалиме, Иудеи и Самарии так, как если бы евреи были нарушителями, оккупантами, будто евреи мне место на этой земле, будто евреи преступники. После визита в Восточный Иерусалим Байден направился в Вифлеем, чтобы встретиться с президентом палестинской администрации Махмудом Аббасом и выступил за решение о создании двух государств. Два государства в границах 1967 года с взаимно согласованными обменами территориями остаются лучшим способом достижения равных мер безопасности, процветания свободы и демократии как для палестинцев, так и для израильтян. После Израиля начинается, возможно, самая сложная часть путешествия по Ближнему Востоку. Президент едет в Саудовскую Аравию, страну, которую он однажды назвал изгоем в связи с нарушениями прав человека и убийством журналиста Джамаля Хашоги. Моя позиция по Хашоги всегда была предельно ясной. Если кто-то не понимает этого в Саудовской Аравии или где-либо еще, он плохо осведомлен о положении дел. Байден, тем не менее, подчеркнул, что хочет более позитивных отношений со страной, хотя и признает, что США оставили регион без внимания. Причина, по которой я еду в Саудовскую Аравию, гораздо шире. Продвигать интересы США. Продвигать интересы США, чтобы подтвердить, что мы совершили ошибку, потеряв влияние на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты дистанцируются от других людей, других стран и других друзей, вместо того, чтобы укрепить дружбу и стать сильнее, как союзником, ищут друзей где-нибудь еще. Но, придя в другое место, обнаруживают, что нет других дружественных стран, которые ждут с распростертыми объятиями. Саудовская Аравия имеет огромное количество ресурсов. Они являются привлекательным призом на мировой арене, поэтому, будь то Китай, Россия или другие, они стремятся туда. Поэтому нам надлежит крепко обнять их и исправить проблемы в отношениях, если такие есть. Отстраниться – значит лишь подтолкнуть их к нашим врагам. Израильское правительство одобрило соглашение между Саудовской Аравией и Израилем, а Саудовская Аравия предоставила Израилю право на полеты в своем воздушном пространстве. Когда Байден приземлится в Саудовской Аравии, он увидит обновленный Ближний Восток. Джонатан Медвед – основатель OurCrowd, крупнейшей в Израиле платформы венчурных инвестиций. Самые хорошие новости в этой части мира – это соглашение Авраама. И это очень удачное название, ведь они привели к невероятному высвобождению энергии в отношениях между детьми Авраама. Медвед написал об этом в своем блоге, заявив, что песчаная завеса на Ближнем Востоке опускается. И когда эта песчаная завеса, которая отделяла нас от наших соседей, как бы рассеется, когда она начнет рассеиваться, она уже больше не поднимется. Путинская Россия продолжает войну с Украиной. Украинские официальные лица заявляют, что российские войска преднамеренно наносят удары по мирным жителям на востоке Украины. Другие части страны начинают постепенное восстановление. По словам лидеров инициативы, она обойдется в миллиарды долларов. Хотя война еще далека от завершения, некоторые районы гремят звуками строек, семьи возвращаются, чтобы очистить и возродить свои разрушенные войной города. Да, Джордж Томас с репортажем из Киева. Россия усиливает наступление на востоке, а правительство Украины строит планы по восстановлению подконтрольных территорий, пострадавших в результате боевых действий. Все они подверглись масштабным разрушениям, а еще это означает потребность в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, возвращение медицины и соцуслуг, восстановление нормальной экономической жизни. По оценкам правительства Украины, на восстановление больниц и школ, много квартирных домов, церквей и торговых центров потребуется не менее 750 миллиардов долларов. Мы понимаем, что это огромные деньги, и мы понимаем, что кое-что будет компенсировано за счет российских активов. Эти города, на окраинах Киева, не так давно находившиеся под российской оккупацией, сегодня понемногу возвращаются к жизни. Мы с вами сейчас в городе Бородянка. В городе, который находится примерно в 20 минутах езды к северу о той самой Буче, о которой мы так много слышали. И что на самом деле здорово, это то, что всего через несколько дней после того, как россиян выгнали из этой части города, здесь начали убирать. Это говорит о том, что украинцы изо всех сил пытаются вернуться к нормальной жизни. Кто-то подметает, а кто-то, такие как Олег Кропивницкий, используют для уборки экскаватор Джон Дир. Мы должны были начать все восстанавливать. Людям надо где-то жить. Они остались без домов, без квартир. Так что люди работают, люди пытаются жить. В соседнем Ирпине Людмила Воронина охвачена горем, но знает, что с чего-то нужно начинать. Этому дому уже 70 лет. Мы можем прожить здесь и без ремонта. Примерно в трех часах езды на север, в Ягедное, прибыли волонтеры со всей Украины для того, чтобы помочь селу снова встать на ноги. Почти все 400 жителей села во время оккупации провели месяц в подвале школы. Сейчас волонтеры, такие как киевлянин Денис Овчаренко, помогают сельчанам восстановиться как можно быстрее. У людей горе, и пока наши солдаты на востоке защищают нас, мы здесь работаем. Война идет уже пятый месяц, и жители от Ягедного до Ирпеня и Бучи не сидят без дела в ожидании прекращения боевых действий. Президент Украины говорит, что колоссальные усилия по восстановлению его страны уже предпринимаются, но это потребует времени и, несомненно, помощи со стороны международного сообщества. И это не только то, что мы будем делать после победы или в последующие годы, но то, что мы должны делать прямо сейчас. И хотя на востоке страны все еще бушуют бои, звуки строительства в других местах становятся символом сопротивления и надежды. Джордж Томас, Новости Сибиен, Киев, Украина. Далее в программе. Как евреи и христиане помогают эфиопам воссоединиться с их еврейской семьей в Израиле. Операция под названием «Цур-Исраэль» «Скала Израиля» возобновляет невероятные усилия, чтобы помочь тысячам эфиопов воссоединиться со своими еврейскими семьями в Израиле. Пророчество исполняется, но, к сожалению, есть и те, кто остался на неопределенный срок. Эту историю расскажет нам корреспондент Сибиен на Ближнем Востоке Джули Стал, которая находится в Гондоре, Эфиопия. Когда Уорки, Гирме и ее братья и сестры прибыли в аэропорт Тель-Авива, их встретила их 86-летняя мать, Рабе Башивиш. Они понятия не имели, что им потребуется 19 лет, чтобы воссоединиться с ней в Израиле. Во время ожидания мы столкнулись со всевозможными проблемами. Родилось много внуков и правнуков, а она их не знает. Кроме того, мой племянник в прошлом году погиб в армии. Мы не могли сказать его бабушке, что ее внука убили, пока она была там совсем одна. Еще один внук, Рабе Башивиш, учился в еврейской семинарии в Израиле по студенческой визе, а потом вернулся в Эфиопию. Теперь он приехал вместе со своей семьей, чтобы стать гражданином Израиля. У меня есть планы. Я хочу получить высшее образование, но посмотрим, получится ли у меня. Это будет непросто из-за языка. Несмотря на ожидания, они с нетерпением предвкушали воссоединение на Святой Земле. Прежде всего, это благословение, что мы можем переехать в землю Израиля. Это земля, на которую не было позволено ступить даже Моисею. Мы очень взволнованы тем, что это земля, которую Бог обещал нашим предкам, и мы едем туда. К сожалению, история этой семьи не уникальна. Мы находимся в синагоге в Гондоре, Эфиопия. Это единственная синагога, и все люди, которых вы видите позади меня, ждут, чтобы отправиться в Израиль. Некоторые из них находятся в процессе ожидания уже 20 лет. Здесь работает программа по снабжению питанием детей до 5 лет и кормящих матерей, а также летний лагерь. Люди, которые здесь остались, в основном живут в двух районах. Все они родом не из города. Они приехали сюда из деревни, чтобы подать заявку на Алию. Многие пришли из окрестных деревень в нескольких километрах от Гондора. Надо понимать, что в ту минуту, когда они покидают свою деревню, они покидают свою землю, и у них нет возможности вернуться. Адана Таделла возглавляет деятельность еврейского агентства в Эфиопии. В 80-х годах, в возрасте 16 лет, Таделла прошел почти 500 километров через эти горы в Судан. Он шел ночью и прятался днем, опасаясь ареста. Спустя год ожидания его отвезли в Израиль. Мы открылись здесь в 1992 году. Около 85 тысяч эфиопов стали репатриантами и получили здесь помощь. Сейчас мы помогаем совершить Алию 3 тысячам репатриантов. Для того, чтобы помочь перевести иммигрантов, еврейское агентство сотрудничает с христианскими организациями, такими как Сибиэн, а также с Международным сообществом христиан и евреев, которое зафрухтовало рейс для Алии в Израиль. Я чувствую, как оживают слова пророков. Две тысячи лет назад Иеремия и Иезекииль видели все это. Они видели все колены Единого Израиля в Иерусалиме, и то, как был разрушен храм, и как племена рассеялись. И эти пророки сказали, «Не теряйте веры, они воссоединятся». Гендиректор Яэль Экштейн говорит, что ее организация помогает ежегодно возвращать домой около пяти тысяч евреев. Я вспоминаю своего дедушку из Германии, пережившего Холокост. Он спасся от нацистов, а его семья была убита в концлагере Освенцим. Как он открывает Библию и говорит, «Однажды евреи вернутся домой, в Израиль. Однажды потерянные племена будут найдены. Однажды евреи со всего мира воссоединятся на плечах язычников. Этому помогут христиане». Согласно израильскому закону о возвращении, любой, у кого бабушка или дедушка были евреями, и кто не обратился в другую религию, может стать гражданином Израиля. Это называется совершить алию. Однако у многих эфиопов возникли проблемы с доказательством своего происхождения. Часть из них здесь не подпадает под закон о возвращении. Большинство въезжает в соответствии с законом о въезде, который устанавливает правительство, и критерии которого постоянно меняются. Каждый раз выехать может лишь малое количество желающих, так как критерии очень ограничены. К сожалению, не все, кто ждет, смогут получить разрешение. Поэтому таким людям, как Лия Кабеда, приходится ждать более 20 лет без всякой причины. Когда мне было 5 лет, моя семья привезла меня сюда, чтобы совершить алию в Израиль. Моя мать ждала около 23 лет, чтобы поехать в Израиль. У нее семеро братьев и сестер, и все они сейчас живут в Израиле. Лии пришлось ждать еще полтора года, потому что она замужем, но в конце концов она и ее муж получили разрешение и недавно прибыли в Израиль вместе со своими тремя маленькими детьми, сестрой и ее семьей. Однако едут не все. Женщина, которая сидит рядом со мной, сестра моего отца, она моя тетя. Ее вопрос не решился. Когда мы уедем, она останется здесь. Почему же им приходится ждать так долго? Мы евреи, поэтому мы хотим поехать в Израиль, ведь там наша Родина. Мы хотим, чтобы наши дети поддерживали Израиль. Мы хотим в Израиль не только для того, чтобы жить лучше, но и для того, чтобы защитить народ Израиля и его правительство. Далее в программе. Кто они, евреи Эфиопии, и почему им было так трудно приехать в Израиль? Кто они, евреи-эфиопии, и почему им было так трудно приехать в Израиль? Джули Стал рассказывает историю эфиопской алии из Гондора и о происхождении общины. Происхождение эфиопских евреев не выяснено, хотя большинство считает, что они являются частью утерянного библейского калина Дана. С другой стороны, есть мнение, что они происходят от царицы Савской. Библия говорит, что королева пошла к царю Соломону, чтобы услышать его мудрость. Эфиопы говорят, что царица родила Соломону сына, который возглавил династию, просуществовавшую тысячи лет. В 80-х годах главный раввин Израиля объявил народ, который называл себя Бета-Исраэль, евреями. Позже к ним были причислены те, кто приняли христианство под давлением, известные как Фалашмура. С тех пор правительство Израиля предприняло много шагов по переселению эфиопских евреев и их потомков в Израиль, зачастую объявляя это последней возможностью. Балавукин Теген не мог поехать с родителями в Израиль, потому что уже был женат. Балавукин живет в одной комнате со своей женой и тремя дочерьми. Мой дедушка совершил алию в Израиль 11 лет назад. Родители и брат уехали 2 года назад. Моя жена очень рада, что мы едем. Она хочет воспитать наших детей евреями. Он говорит, что поскольку они уже соблюдают еврейские традиции, адаптация к Израилю не будет проблемой. По приезде в Израиль я хочу найти работу и дать лучшую жизнь своим детям. Я не могу поверить, что этот день на самом деле настанет. Я сейчас живу словно во сне и боюсь проснуться. Наконец это свершилось. Он и его пятеро братьев и сестер отправились в Израиль тем же чартерным рейсом, что и мы. Вскоре его последний брат также последует за ними. Почти 150 новых репатриантов в Израиль сели на этот рейс в Гондоре, добрались до Адис-Абебы и отправились домой. Уорки прибывает с молитвой. Благословен ты, о, владыка, Бог наш, царь вселенной, доведший нас до этого времени. В самолете прилетели десятки родственников Рабеба Шиваш. Я очень счастлива встретить своих детей после стольких лет. Это трудно описать словами. Мне кажется, что это сон. Я очень и очень благословлена. Это невероятно прекрасно и чрезвычайно волнительно. Мы все счастливы. Мы воссоединимся со всеми членами нашей семьи. В аэропорту новые иммигранты получили свои документы и оттуда были доставлены в центры абсорбации, где они проведут время, изучая ивриты и обучаясь иудаизму, а также успеют приспособиться к жизни в Израиле. Дом там, где сердце. Так что мы вернулись домой. Мы счастливы. Теперь все в порядке. И наша мечта сбылась. И хоть пока еще не ясно, сколько евреев осталось в Эфиопии, еврейское агентство и его сторонники-христиане готовы помочь исполнить Божье Слово и вернуть Божий народ домой. Джулис Тал, новости Сибиен, Гондр, Эфиопия и Тель-Авив. Сдалее. Тысячи еврейских и израильских спортсменов соревнуются за золото в Иерусалиме. Спасибо, что смотрите «Место встречи Иерусалим». Мы стремимся предоставлять вам объективные репортажи из Святой Земли через еженедельные трансляции, подкасты и онлайн-медиа. Наше видение состоит в том, чтобы донести до миллионов людей по всему миру правдивую историю о том, что происходит в Израиле и на Ближнем Востоке с библейской и пророческой точки зрения. Это масштабное видение, которое стало возможным только благодаря щедрой поддержке таких людей, как вы. Звоните нам по телефону 1-800-707-000 или посетите наш сайт cbn.com. Ваши пожертвования помогут пролить свет истины об Израиле по всему миру. Тысячи спортсменов со всего мира прибыли в Израиль на крупнейшее спортивное событие страны – Макабианские игры. Их называют также Еврейскими Олимпийскими играми. Это одно из крупнейших спортивных событий в мире, которое проходит в Израиле каждые четыре года. Оно открыто для еврейских спортсменов со всех уголков земли и израильтян, независимо от их вероисповедания. Здесь они будут соревноваться в плавании, гольфе, хоккее и фехтовании. Президент Байден специально посетил игры, чтобы поболеть за сборную США. Впервые в истории на играх присутствовал американский президент. Организаторы говорят, что в этом году за золотом Макабиады будут бороться более 10 тысяч спортсменов из 62 стран. Сегодня основная идея игр – это представить Израилю евреев со всего мира. Стефани из Питтсбурга приехала поболеть за двух своих сыновей. Я думаю, что один из самых сильных моментов, которые вы сегодня увидите, это наблюдать парад делегаций, видеть, как это спортивное событие собирает вместе евреев из всех этих стран. Думать о том, как мы все связаны и как нас объединяет эта Макабиада. Это очень трогательно и одновременно сильно. Это захватывающее событие происходит здесь, в Израиле, каждые 4 года. На этом наша программа «Место встречи Иерусалим» подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нашими новостями через Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Доступ к программам CBN также открыт через приложения CBN News и другие приложения CBN. Подпишитесь на нашу email-рассылку, и вы сможете получать самую актуальную информацию о наших программах. Я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организации «Уикенд». «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.